Добрый день! В эфире выпуск городских новостей и с вами с места событий Владимир Гржонко. В связи с тем, что у большинства водителей паромов Стейтен-Айленда был обнаружен положительный результат на COVID-19, в последнее время паромы между Стейтен-Айлендом и Манхэттеном ходят реже обычного. Департамент транспорта Нью-Йорка объявил, что с настоящего момента до 26 июля в будние дни паромы будут курсировать с 20-ти минутными интервалами 6 до 9 утра и с 4 часов дня до 8 вечера. В любое другое время паромы будут ходить каждые полчаса. Ношение масок по-прежнему требуется от всех пассажиров на паромных терминалах и на борту судов. Это связано с тем, что за последнюю неделю уровень передачи COVID в городе вырос на 33%, и эксперты говорят, что этот рост обусловлен новым подвариантом омикрона BA.5. По словам бывшего комиссара здравоохранения Нью-Йорка Джей Варме, мы должны быть готовы к новым волнам вируса даже после того, как это утихнет. Большое яблоко стало эпицентром вспышки болезни, затронувшей в первую очередь сообщество ЛГБТК. И в этой связи губернатор Кетти Хокул говорит, что на подходе десятки тысяч дополнительных доз вакцины против обезьян и оспы. Официальное число случаев оспы обезьян продолжает расти, и в настоящее время в штате Нью-Йорк зарегистрировано 490 случаев. Почти все из них зарегистрированы непосредственно в городе Нью-Йорк. CDC сообщает, что заказано 2,5 миллиона доз вакцины в дополнение к тем 2,5 миллионов доз, которые уже были заказаны 1 июля. Почти 33 тысячи из этих доз прибудут в Нью-Йорк на следующей неделе, но мэр Эрик Адамс утверждает, что городу нужно больше. Оспы обезьян в принципе может заразиться любой человек, но нынешние случаи в основном распространяются среди геев и бисексуалов. Заразиться оспы обезьян труднее, чем COVID-19. Во всем мире оспы обезьян смертельно в 3-6% случаев, а в районах с качественным здравоохранением уровень смертности составляет менее 1%. Газета Нью-Йорк Таймс сообщает, что согласно документам, поданным в Городской совет по финансированию избирательных компаний, мэр нашего города всего через 6 месяцев после вступления в должность собрал более 850 тысяч долларов для своей компании по переизбранию в 2025 году. Адамс путешествовал по стране, чтобы собрать деньги на второй срок, несмотря на то, что он сталкивается с серьезными проблемами от преступности до резкого роста арендной платы. Почти половина пожертвований Адамса на предвыборную кампанию, а это более 400 тысяч долларов, поступила из-за пределов Нью-Йорка от доноров в таких местах, как Палм-Бич, штат Флорида, и Санта-Барбара, штат Калифорния. Эта заявка демонстрирует сильную поддержку мэра Адамса и его планов в отношении города, заявил адвокат его избирательной компании и известный лоббист Витта Пита. МТА разместило объявление о поиске компаний, которые могли бы установить платформенные барьеры на трех станциях метрополитена. Агентство выпустило уведомление о заключении контракта, обратившись к фирмам, заинтересованным в проектировании и строительстве дверей-ширм на платформе, которые МТА обязалась протестировать в начале этого года после резкого увеличения числа нарушений и смертей на платформах метро. Предполагается, что пилотная программа стоимостью 100 миллионов долларов будет предназначена для тестирования барьеров, защиты пассажиров от толчков, случайных падений или намеренных прыжков на рельсы. Проект также потребует отдельного долгосрочного контракта на техническое обслуживание. В общесистемном исследовании 2020 года было обнаружено, что барьеры в принципе невозможны примерно на 75% из 472 станций нашего метрополитена. После нескольких лет заявлений о том, что инженерные препятствия и огромные затраты сделали двери в метро неработоспособными, в феврале МТА все же приступила к разработке этого проекта. Базовая стоимость проезда на пароме Нью-Йорк-Сити-Ферри вырастет до 4 долларов за поездку, с новыми скидками для пожилых людей и участников программы Fair Fair, поскольку город пытается сделать свою программу финансово устойчивой. Об этом заявили официальные лица. Повышение и новая структура ценообразования связаны с тем, что корпорация экономического развития города начала ежегодно вливать больше денег налогоплательщиков в систему, которая была запущена в 2017 году при тогдашнем мэре Билли де Блазио. Изменение тактики также произошло через неделю после того, как контролер Брэнд Ландер опубликовал отчет, который показал, что система потратила почти вдвое больше, чем изначально было заявлено на субсидии, с тем, чтобы удержаться на плаву. Как я уже сказал, в соответствии с новой ценовой системой, которая будет запущена 12 сентября, базовый тариф вырастет с 2 долларов 75 центов до 4 долларов. Чиновники объявили, что жители Нью-Йорка старше 65 лет, лица с ограниченными возможностями, и участники программы Fairfares, которая предлагает поездки за полцены в рамках системы МТА для пассажиров с низким доходом, получат скидку в размере 1,35 доллар за билет. Чиновники также заявили, что жители государственного жилья в пределах мили от паромного причала также получат две бесплатные поездки. Передвижение по Нью-Йорку не должно ощущаться, как пробежка на 5 километров. Где бы вы ни жили в пяти районах, мы хотим, чтобы у вас был выбор, и наше видение NYC Ferry помогает нам предоставить жителям Нью-Йорка этот выбор, заявил мэр Эрик Адамс. Рестораны по всему городу накрыли столы и готовы к неделе ресторанов Нью-Йорка. Она стартует уже сегодня. В этом году, чтобы отпраздновать 30-летие NYC Restaurant Week, мероприятие продлится 5 недель до 21 августа. В этом году в акции принимают участие около 600 ресторанов в 85 районах всех пяти бора города. Они предложат скидки на обед и ужин 60 различных национальных кухонь. Посетители смогут выбрать ланч из двух блюд и обед из трех блюд за 30, 45 или 60 долларов. Нэнси Мамана, директор по маркетингу NYC & Company, официальной городской организации по маркетингу, считает, что количество ресторанов, участвующих в этом году, показывает, что отрасль пришла в норму после пандемии COVID-19. Для нас это рекорд по количеству участников, сказала Мамана. Это был выпуск городских новостей. И с вами с места событий специально для телеканала RTN был Владимир Горжонко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова